С этого года в нацпроект производительность труда компании могут входить без ограничений по отраслям. Сделать это можно в рамках специального порядка под гарантией властей региона. Также необходимо узнать, какой эффект господдержка окажет на развитие региона. Кстати, если компания не достигнет плановых показателей, регион должен компенсировать затраты. Если нужно оценить эффективность работы сотрудников, предприятий или даже целых государств, используется показатель производительности труда. И вот чем выше производительность, тем лучше живут люди, они меньше работают и при этом больше зарабатывают. Повышение продуктивности помогает бизнесу выигрывать конкуренцию, а стране быстрее развиваться за счет свободных ресурсов. Это делает производительность труда одним из ключевых факторов экономического роста. Объективная и всесторонняя оценка эффективности труда, которая применяется в экономике, включает множество факторов. От затрат на автоматизацию производства, например, на покупку станка, до учета рабочего времени всех причастных к производству, будь то директор завода или уборщица в цеху. А при более комплексном подходе учитывается еще и труд, который использовался при производстве оборудования, разработке методик, добыче сырья и так далее. Расчет производительности труда позволяет выявить слабые места и оценить потенциал роста как конкретного бизнеса, так и экономики всей страны. Как реализуется проект по оптимизации производительности труда в нашем крае, узнаем у нашей гости. В студии Елена Стецюк, руководитель регионального центра компетенции Хабаровского края в сфере производительности труда. Елена Константиновна, доброе утро. Доброе утро. Давайте начнем с чего. Как оценивается вообще уровень производительности труда на предприятиях нашего края? На нашем крае не сильно отличается от всех прочих предприятий. Единственное, где у нас показан, вау, какой рост это сельское хозяйство, но мы понимаем, что там очень много неучтенных рабочих. Вы много говорили о формуле производительности. А формула производительности такова, что учитываются те сотрудники, за которых мы платим налоги. И там, где мы не платим налоги, такой вау, какой рост производительности. На самом деле, все ровно так же, как и везде. Отлично. Вот система уже внедрена на многих предприятиях края. 22 предприятия уже получили адресную поддержку, 5 прямо сейчас находятся в работе, а всего 59, если не продлят нацпроект, то есть чуть-чуть места осталось. Что это за помощь и поддержка? Давайте поподробнее остановимся. Это адресная поддержка и системные меры. Национальный проект, он на два федеральных распадается, адресная поддержка. Это эксперты регионального или федерального центра компетенции выходят на предприятие, делают там рабочую группу и конкретно на этом предприятии решают те задачи, которые есть. Ставят карту текущего потока, что сейчас происходит. На каждом этапе смотрят те самые потери, про которые мы говорили. И такими малобюджетными способами начинаются изменения бизнеса, изменения производственной системы. Потому что на этом этапе 3-5 месяцев вложения совершенно минимальные. Краски несколько ведер, там какого-то скотча разместить, а эффект миллионный. А если говорить по краю, уже и почти двухмиллиардный. Краски и скотч это вы о чем? Можно уточнить? Это о том, чтобы показать один из элементов, который все любят на демонстрации, это элемент 5С. То есть навести порядок так, чтобы было хорошо и комфортно тебе. Ведь мы знаем, и Япония, и Китай начались, да, новые промышленные революции начались с того, что порядок навели. В Японии в туалетах, в Китае на площадях. И здесь то же самое, начинают делать вокруг себя чистоту. То есть есть много-много, порядка 70 инструментов, которыми мы работаем, эксперты, на каждом предприятии, но есть базовые. Любимые всеми журналистами, когда показывают диалограммы спагетти, сколько ходили, сколько стали ходить. Километры, часы. Люди просто ходят каждый день, добывая какие-то там, не знаю, запчасти, например. И 5С. Когда, может быть, вы видели, когда разграничено полностью все пространство, когда все оконторено, когда нельзя взять тот инструмент, который там не на месте лежит. То есть за 30 секунд надо взять инструмент. Если этого не происходит, значит, твое рабочее место не готово к работе. Как в офисе, так и на производстве. Поэтому готовится сменосуточное задание, под них выкладывается инструмент. Он готовится. И тогда предприятие за счет этих маленьких-маленьких-маленьких минуточек получает многомиллионные эффекты. А вот уже на следующих 3-6 месяцев эксперт отработал, а дальше предприятие само начинает внедрять элементы производительности, дальше растит свою производственную систему. И вот уже тогда идет речь о том, что можно и станочек какой-нибудь прикупить. А вот эта вся история, она приживается, вот ушел эксперт. Да. А задача эксперт же не просто пришел руками водить. Задача эксперта создать рабочую группу. Работает рабочая группа, и очень много обучения. Есть лидеры ПРО, самое модное и самое нужное бизнес-обучение. Есть 10 тренингов, которые ведет наш эксперт, наш тренер. Есть фабрика процессов, фабрика офисных процессов. Задача эксперта, вот это правильный проект, когда предприятие строит дальше систему. То есть задача эксперта, если он поработал 3 месяца и ушел, это не так себе эксперт. Мы же государственные деньги вложили, да, мы же хотим, чтобы эффект от предприятия достаточный был. Аккураторство какое-то есть вот после того, как эксперт поработал? В рамках нацпроекта нету, а мы введем. Ну это уже ваша самостоятельность, инициатива такая. Ну как, ну вы с этими людьми жили, ели, спали, кучу всего перелопатили, а потом сказали, ну все, до свидания. Так не делается. То есть в том числе консультации, да, оказывается, какие-то, если вопросы. То есть мы своих не выгоняем, мы друг к другу в гости, ходим, ездим. При расширении списка предприятий, кто может еще принять участие в нас в проекте? Любые предприятия. Раньше нефть не могла, да, добывающие производства, акцизные. А очень много кто не мог, сейчас могут все, да, ограничений вообще нету, осталось только ограничений по выручке. 400 миллионов без НДС, причем это выручки, да, то есть это, ну, собственно, да. Поэтому есть предприятия, которые заходят даже на этапе банкротства, главное, чтобы у них, ну, есть такие предприятия, которые надо вытягивать, помочь городу-краю, чтобы справиться с ними. Но вот про этот спецпорядок, который говорили, не готово предприятие особо, и город-то тоже, наверное, надо сильно подумать, да, что предприятие должно доказать, что если что-то не получится, 2,5 миллиона вернуть надо будет в бюджет. И я разговаривала с коллегами, 60 РЦК по России всего нас, вот 60, ни в одном еще регионе не зашло предприятие по спецпорядку. То есть спецпорядок есть, желающие есть, но когда они начинают понимать, что если они что-то сделают не так, придется почку отдать, то тут вот уже... А то есть там, я так понимаю, по каким-то там конкретным цифрам потом смотрят, да? То есть предприятие должно доказать. На самом деле все очень условно. Если в нацпроекте предприятие заходящее должно 5% выручки производительности в год давать, плюс 5, плюс 5, плюс 5, да, то есть всего. А за 3-6 месяцев, от которой мы работаем, 3 это 80% времени эксперт работает, и еще 3 месяца 20% времени на предприятие работает. За это время меньше 30% никто не показал. Есть повышение производительности, там 60 у нас есть. Ну это какие-то космические показатели. Ну вот так, например, 3 часа в день предприятие готовило машины для того, чтобы запустить дальше на работу, да? Или 2,5 часа в день сотрудник ходил там за краном по предприятию, искал, где кран, хотя... или крановщика. То есть вот на каждом предприятии таких резервов по так себе эффективности очень много. Ну вот если решило предприятие поучаствовать, да, в этой программе, в нацпроекте, куда нужно обратиться, что сделать? Сайт производительности РФ, русскими буквами пишем. Производительность РФ, подаем заявку, там все очень понятно, прям такой кнопочкой есть, подать заявку. Заявка попадает к нам, мы видим заявку, связываемся с предприятием, приходим на отбор, смотрим, что там, как происходит. Предприятие заключает договор сначала с регионом, потом с региональным центром. С предприятием мы договариваемся о дате выхода эксперта. То есть у нас есть предприятие, к которому мы зайдем в декабре следующего года. То есть они как бы застолбили, или в сентябре. Производственные циклы разные, поэтому разным предприятиям удобно по-разному выходить, когда к ним выйдет эксперт. Поэтому если вы все-таки решили, если вы поняли, что наши эксперты точно нанесут вам непоправимую пользу, а я гарантирую это, то подавайте заявку, договоримся. Вот я же говорю, места мало осталось. Поэтому приходите. Успевайте. Поэтому приходите, производительность.рф будь простой, результат будет гарантирован. Елена Константиновна, большое вам спасибо за разговор. А у нас в студии Елена Стецук, руководитель регионального центра компетенции Хабаровского края в сфере производительности труда.